Привет, подписчики! Я вот какую идею придумал. Если ты пользователь реддита и постоянно залипаешь на ас-креддите, то можешь оставлять свои самые любимые треды в комментариях. Если твой тред мне понравится, то ты попадешь в мой видос. Ну и прославишься на весь мир. Удачи! Психиатры о самых странных пациентах Парень 16 лет. Собрался с друзьями, чтобы отдохнуть. Они ему предложили покурить кое-что новое для него. Это был с***. Он покурил и у него начался психоз. Ему казалось, что за ним гонится дракон. Вокруг было пламя, ему стало жарко. Он бегал по комнате, спасаясь от этого чудовища. Вдруг ему показалось, что у него выросли крылья. Он их даже увидел. И у него созрел план, как спастись от злобного дракона. Открыл окно и полетел, махая крыльями. Это был шестой этаж. Парень упал на землю, сломал позвоночник, ребра, ноги, но выжил. Очень долго лежал в травматологии и после выписки его перевели в психбольницу. И он попал ко мне на курацию. Сейчас это инвалид первой группы. Друзья про него забыли, ни разу не навестили. Никому больше не нужен, кроме мамы и бабушки. Парень 30 лет, болен шизофренией. Начал испытывать влечение к мальчикам. Осознавал, что это пи***е, что это наказуемо. Боролся со своими похотями как мог. Вскоре понял, что он самый настоящий грешник и его ждут вечные муки в аду. И у него созрел настоящий шизофренический, здоровый человек до этого не додумается. План, как избежать вечных мук ада и с чистой совестью наслаждаться прелестями рая. Он взял нож и пошел на окраину города. Там подстерегал одинокую прохожую. Он решил, что если он нападет на нее, ранит или убьет, то на крик сбегутся злые мужики и закидают его камнями, забьют ногами. Он станет мучеником, а мученики всегда попадают в рай. Так и сделал. Увидел проходящую женщину, подбежал к ней, начал угрожать убийством. Но она оцепенела, не кричала, а повледнела от ужаса. План его срывался. Он начал ее тормошить, но она молчала. Начал резать ей одежду и в итоге дошло до тела. Ранил ее, ножом повредил глаз. В итоге она ослепла на один глаз. Она наконец закричала, но его план не сработал. Прохожие не стали его забивать камнями, а вызвали милицию. Его доставили в больницу. Был суд. Его признали невменяемым. Несколько лет провел на принудительном лечении в психбольнице. Сейчас спокойно прогуливается по улицам города. Мужик 40+, шизофреник. Лежал в больнице. У него произошло обострение и стал очень агрессивным. Ему был назначен седативный укол. Клапиксол Акуфас. Его особенность в том, что эффект наступает не сразу, а через 30-40 минут. После постановки инъекции мужику удалось вырваться, побежал на выход, выломал деревянную дверь отделения и сбежал. Побежал в сторону леса, рядом с больницей. Спустя 30 минут укол начал действовать. Мужик почувствовал сонливость, слабость. Сел на землю и уснул. Был июль месяц. Куча комаров, муравьев, мошек. Несколько часов он лежал на земле и кормил своей кровью всех этих тварей. Проснулся и увидел, что все тело и лицо его опухло и сильно-сильно чешется. Зуд у него был мучительным. В итоге он решил вернуться в больницу и сдаться врачам. До самой выписки он был как шелковый. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Всякое видеть приходилось, когда работал психиатром. Но расскажу пару случаев, которые нам поведала преподаватель по психиатрии, когда я еще учился в институте. В общем, был один мужик, который однажды, находясь в своем гараже, с его слов, вступил в контакт с инопланетянами. Понятное дело, что такое событие его сподвигло на спасение его места обитания. После чего он благополучно был отправлен в психиатрический стационар. Он умудрялся сбегать периодически из различных стационаров, перемещаться каким-то образом без денег и документов в другие города. Где снова попадал в поле зрения очередной психбригады скорой. Но в какой-то момент он умудрился оказаться в Москве. Да еще в момент проведения знаменитой Олимпиады. Там он познакомился с группой иностранных туристов, в котором он представился гидом и жил у них в номере гостиницы «Космос», водя их на экскурсии. Так он прожил целых 11 дней, после которых у иностранных гостей начались закрадываться смутные сомнения. Был вызван наряд милиции, который быстро во всем разобрался. И наш товарищ снова поехал в белые палаты. Дальнейшая история о его жизни преподавателю была неизвестна. Стоит отметить великолепные навыки убеждения этого пациента и хороший социальный интеллект. Не каждый здоровый мошенник на такое способен. А тут второй случай был не менее интересным. Длительное время в одном крупном областном стационаре находился на лечении мужик. В один из обходов с профессором нашей преподавательнице удалось с ним пообщаться. Разговаривают они и тут он ей показывает какую-то странную конструкцию на окне, смастеренную им. И объясняет, вот мол, видишь, закрутилась эта финтифлюшка. Эта дверь на втором этаже в отделении открыли. А вот видишь, задергался этот усик. А эта медсестра на посту в нашем отделении форточку открыла. И так подробно по всему его аппарату. Что за что отвечает? Ну, преподаватель побеседовала, да усмехнулась про себя. Что, мол, с болезного возьмешь? А через пару недель, когда она вновь приехала туда на практику, ей рассказали, что этот пациент умудрился устроить массовый побег в составе своего отделения или больше, благодаря своему хитроумному творению, про которое он рассказывал. Оказывается, он за столько лет пребывания досконально изучил все потоки воздуха в стационаре и, будучи достаточно гениальным в техническом плане, смастерил свой детектор воздушных потоков, который в самый интересный момент использовал по назначению. Вот такие люди бывают. Работала клиническим психологом в центре для подростков, оказавшихся в сложной семейной ситуации. Это значит, что в этом центре находятся дети из настолько неблагополучных семей, что за них берутся органы опеки. Каждый ребенок-подросток имеет там свою интересную исключительную историю, но один случай запомнился особенно хорошо. Мальчик 11 лет, внешность инфантильная, то есть выглядит он гораздо младше. Худой, большие серые глаза. Клиническое интервью и сбор анамнеза проводил другой специалист, но я проводила тестирование в его группе. На вид обычный парнишка, общается с ровесниками, спокойный. Подходил ко мне, спрашивал, зачем я здесь. Разговорившись со мной, похвастался, что его скоро отпустят домой к маме и папе. Затем убежал в группу. В общем, как все. Позже узнала анамнез. Оказывается, попал в центр он не из-за органов опеки, а по просьбе отца. Мать его была героиновой наркоманкой, употребляла во время беременности. После рода вскоре умерла. Отец женился на другой женщине, все было хорошо. Потом появилась младшая сестра, и тут начались проблемы. По словам отца, его сын начал проявлять агрессивное поведение к своей сестре. Бил ее, пока никто не видит. Мучил и пить животных. А временами наводил ужас на отца, когда сидел один в комнате и мычал. Рычал с плотно закрытым ртом. Нередко мальчик выходил в аффекты. Отец не смог выдержать такого поведения и решил отвезти его к психиатру. Об этом узнала бабушка мальчика и решила заступиться за внука. Не поверила отцу и забрала внука к себе жить. Жили они вместе недолго. Однажды бабушка что-то запретила мальчику, и тот вышел в самый настоящий клинический аффект. Он начал методично избивать свою бабушку. Избивал он ее так долго и методично, что в итоге она была буквально вся синяя. Для большего понимания скажу, что мальчик весит около 35 килограмм. После этого и бабушка, и отец обратились в центр. В итоге судьба этого мальчика печальная. Ни диагноза, ни лечения, ни психотерапии мальчик не получил. Его сдали в детский дом. Год назад в рамках практики мне довелось побывать в психдиспансере. Нас провели в кабинет заведующей, и она по очереди приводила нам своих пациентов, которые соглашались на беседу с психиатром в присутствии студентов. Была женщина с тревожной депрессией, мужчина с шизофренией, но контактными их назвать было нельзя. На этом фоне среди них очень выделялся последний пациент, который вошел в кабинет с улыбкой и начал нам вещать про свою жизнь. Заведующая на это время вышла, мол, сами мне потом расскажете, как у него дела. Так вот, начал он издалека, как в 20 лет у него внезапно начали ныть суставы. Да так ныть, что он не смог ходить на работу. С каждым годом боли становились все сильнее. Болят уже не только суставы, а все тело. Каждый день, каждую минуту он ждет, когда ему станет легче, а боль все не утихает. Он всю свою жизнь пытается выяснить, что с ним, но врачи лишь разводят руками, мол, здоров я. Но я-то знаю, что я болен, говорит. Мы совершенно не втыкая, что к чему спрашиваем. А сейчас вам тоже больно. Он с широкой улыбкой на лице отвечает, адски. Далее он еще около получаса расписывал то, где и как ему больно. А после того, как закончили все красочные эпитеты, пожелал нам удачи, сказал заходить еще и откланялся. Возвращается заведующая и спрашивает, что мы о нем думаем. Ну а мы в совершенной растерянности, ибо дядечка показался нам абсолютно положительным персонажем. Подумали, что шутковал с нами и ничего у него там не болит. И тут она нам рассказывает следующее. Много лет назад в их клинику врывается мужчина, в руках большая спортивная сумка, в глазах безумие и орет. Помогите мне, вылечите меня. Врачи в шоке открывают его сумку, а она вся доверху забита бумагами с результатами процедур а-ля МРТ, гастроскопия, ЭКГ. Каждого специалиста он посещал неоднократно. Заведующая говорит, что ей стало плохо, когда она насчитала у него в арсенале не меньше 30 колоноскопий. В общем, везде диагноз здоров. Мужик оказался и по хондрикам, и боли его фантомные. Но боли эти он ощущает остро и совершенно искренне не понимает, почему ему говорят, что он здоров. И вот он с 20 лет гоняет по врачам, в частности по хирургам. Его режут, ничего не находят, зашивают. И так по кругу. А обследования все дорогущие, и всю свою пенсию по сей день он вбухивает на них. Потому что по-другому не может. Такие дела. Это, конечно, не немецкая девочка с утюгом. Но меня до сих пор в холодный пот бросает, когда вспоминаю эту историю. 30 колоноскопий, мать его. Ну а на этом видео заканчивается. И если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков. И поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока. А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok